Это еще один ролик про мой хутор. Четвертая часть, а именно про веранду. Ну вот вы видите на этих фотографиях, как я его купил. Уже были ролики, я показывал, но еще раз напомню, что из себя представляла эта веранда. Ну в общем вид такой незрачный был. Здесь уже немного после уборки расчищено, камни появились и вот вставлены окна. Ну они просто больше размером вставлены, окна ставил какие были. А потом начал красить весь дом, но заодно покрасили и веранду. В общем получилось вот так вот. Это в первый год где-то было сделано, даже вот весна, это второй год уже. И так простояло довольно долго, лет 6-7, 7 даже. Но потом решили все-таки новую веранду сделать, сделать ее больше, сделать ее красивше. Но на старом месте, просто расширили. Вот эти вот опоры, простые камни, на которых стояла старая веранда, именно там же оставила новую. Ну раз они 100 лет уже простояли, а дому-то между прочим 104 года уже. Вот на сегодняшний день, на 22-й год, 18-го года постройки. Значит, думаю, простоит и дальше еще 100 лет. Ну в общем это такой типа каркасник, простые брусы, двери вот эти, это балконные двери. И открываются они как бы неправильно даже наружу. Но мне так удобнее, я не хотел, чтобы пространство внутри съедалось. Сделал каркас, обшил, а внутри заодно еще и утеплил. Вот тут вот пробный утеплитель есть внутри. Ну, сделал такую как бы обрешетку. И этот утеплитель, кстати, достался мне практически даром. Там он из старых сэндвич-панелей. Там их разбирали, металл куда-то сдавали, а это мне отдали. Пару ступенек сделал для своего крыльца. И вот эти цветники. Залил полностью их из бетона. А двери, как видите, они преобразились, стали в такую решеточку. А это простая декоративная планка, деревянная, я приклеиваю. Ну а далее пришло время и новой крыши. Крышу менял для всего дома, ну соответственно и для веранды, конечно же тоже. Это еще целый год прошел, то есть на восьмом году уже. Через семь лет веранду поменял, а вот на восьмом году еще за одной крышу. До этого она была просто новым шифером покрыта. Но пригодится на потом. Сейчас фактически она вот в таком виде получается стоит. Веранда, свет к ней добавлен. Ну тут будет немного показано, сейчас увидите. Вот это видео из лета 21-го года, а вот такая подсветка. Фонари и заодно еще неон гибкий, так называемый. Ну это диодная лента. Я отдельный ролик про это даже сниму. А это самые свежие фотографии, буквально несколько дней назад, конец января 22-го года. Веранда неотапливаемая, там холодно. Но если надо протопить, очень легко, она маленькая. Ну на этом все. До следующих встреч.